Чувашский национальный музей и российский этнографический музей в Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве. Приоритетными направлениями работы станут научная деятельность, образование и туризм. Когда начнется реализация проекта и что уже запланировано, вновь в слове Ольги Алексеевой и Павлу Ереткову. Этнографический музей в Санкт-Петербурге обладает самой крупной в России коллекцией музейных экспонатов, связанных с чувашской культурой. На этой экспозиции представлены два ереха. Это хранитель домашнего очага, божества, конец XIX века. По просьбе музея доставлены из Самарской губернии. Уникальны они тем, что выполнены из глины и завернутые в мех и ткань. Чувашии таких экспозиций нет. Вторая часть коллекции хранится в кунцкамере Санкт-Петербурга. Первые костюмы и элементы быта Чувашии здесь появились в 1902 году, в первый же год работы музея. В настоящее время коллекция насчитывает около шести с половиной тысячи экспонатов. То, что они физически находятся здесь, никак нас на самом деле не ограничивает к тому, чтобы их использовать, представлять на мировой арене, продвигать и делать, в общем-то, таким общедоступным источником. Собственно, ради этого мы и существуем. Элементы быта Чувашии, костюмы и головные уборы доставлены в музей из разных уголков страны. Многие экспонаты были найдены в результате научных экспедиций в Чувашию. Расскажите про эту экспозицию. Здесь представлен чувашский национальный свадебный костюм. Что здесь уникального и, возможно, может быть, есть и то, чего нет в наших музеях. Здесь представлен костюм невесты средненезовых Чуваший, первого этапа свадьбы, когда девушка еще была в своем девичьем костюме. На ней девичьи украшения, нагрудные украшения шульгеме, расшитые серебряными монетами, и девичья шапочка Тухья. Невеста находится под покрывалом, и в руке у нее полотенце, как указано в музейной документации. Им невеста вытирала слезы во время исполнения плача. Скажите про элементы. Это хушпу, я так понимаю, да? Здесь представлены головной убор и нагрудные украшения с рубанщаки замужней женщины, которые одевали невесте во время свадебного обряда. После этого она уже считалась замужней женщиной. Соглашение о сотрудничестве музеев открывает новые возможности для обеих сторон. Во-первых, обучение и стажировки специалистов из Чувашии в научно-методическом центре этнографического музея. Во-вторых, составление совместных каталогов, как в электронном варианте, так и в печатных изданиях. Первыми предметами в них станут чувашские жениховые платки. В музее Питера хранится более 200 таких предметов. Это, конечно же, туристическое направление. Обсуждали вопрос о возможности обмена студентами в рамках живых уроков, где Чувашский национальный музей уже с 2014 года в этой программе федеральной. И в этом отношении этнографический музей готов у нас поучиться. Первое совместное событие. В рамках подписанного соглашения стороны договорились организовать в ноябре этого года. В рамках празднования Дня Чувашской вышивки выставочные площадки будут работать в двух городах одновременно. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика из Санкт-Петербурга.